Дорожная практика Трассу Тюмень-Канты-Мансийск в народе называют «дорогой смерти». И делают ее такой сами водители. Например, Игорь, которого полицейские с трудом задержали в пригороде Тюмени. Если меня лишат прав, меня лишат работы. Я не смогу кормить дочек. Ты куда сегодня ехал? Ты куда от меня угонял? Я за 180 ехал. Прости, пожалуйста. Не надо реветь передо мной, уважаемый. Я знаю, знаю. Ну? Я тебе говорю. Мне жена не поверит. А что не поверить? Прости меня, пожалуйста. Ехал он из Челябинска. Но чтобы дорога показалась короче, слегка злоупотребил. Что и подтвердил алкотестер. Еще, 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 достаточно. Все, что выше 0,16, является установлено в состоянии алкогольного опьянения. 0,62. 0,62. И даже после этого водитель вымаливал снисхождение. Помоги, пожалуйста. Я очень прошу. Я больше такого делать не буду. Я вот пойду, лягу, не спать. Прости меня, пожалуйста. Игорь. Игорюха, прости меня, пожалуйста. Я же тебе сказал, все хорошо. И действительно, хорошо, что этого Игоря успели перехватить. Так же, как и этого, ну очень скромного водителя на 30 лет победы. Который сначала едва не наехал на инспектор, а потом, заметив камеру, начал усиленно закрывать лицо. Отказался Владимир Владимирович и от теста на алкоголь. Будет теперь ходить этот скромняга пешком, да выплачивать штраф. Такая же судьба ждет и Алексея Струся. 23-летний водитель был остановлен на улице Народной. В присутствии понятых он продул прибор. Результат на алкоголь оказался нулевым. И инспекторы предложили провериться на наркотики. Так как у данного гражданина имеются признаки наркотического опьянения, в вашем присутствии предлагаю ему проехать в наркологический диспансерный Симаково-11. Пройти медицинское осветительство на состоянии алкогольного опьянения. Согласны пройти осветительство? На состоянии наркотического опьянения, да. Нет, не согласен. Погромче скажите. Нет, не согласен. Ни лишение, ни 30-тысячный штраф, похоже, не пугают Алексея. Лишь бы в наркодиспансер не ехать. Согласны, да? Нет, не делаю это. Медицинское. Не еди на обозонную пиздец. А вот этот молодой человек за несколько дней сумел заработать два штрафа по 30 тысяч и лишиться прав на 3-4 года. Пару дней назад он уже отказывался от проверки, но суда еще не было. И вот ситуация повторяется как под копирку. А что у меня у меня уже есть одно отказное? Да, пишите слово «не согласен». Нет. Вот здесь слово «не согласен». С такой скоростью до первого суда он вполне может собрать еще 2-3 штрафа. Отказался от посещения медиков и исламбериев. Его остановили в центре города. Все признаки говорили, что с водителем что-то не так. Однако алкотестер показал отрицательный результат. Предлагаю ему пройти. Медицинское свидетельство по адресу города Тюмень, улица Симукова, 11, наркологический диспансер. Согласны? Нет, я тут же не согласен. Согласны проехать? Нет. Не хотите? Нет. В любом случае его лишат водительского удостоверения и назначат штраф в 30 тысяч. Илью Русаева задержали ночью в 7-м губернском переулке. Инспекторов насторожила невнятная речь водителя и запах алкоголя из салона авто. Давайте, продавайте. Наблюдайте. 0,43. Илья Игоревич, значит, установили состояние пьянения. С данным результатом вы согласны? Я согласен, да. В ближайшие полтора-два года Илья будет ходить пешком. Где и как в Тюмени поменяется схема движения транспорта? В какой срок теперь дорожники обязаны отремонтировать проезжую часть и поменять сломанные дорожные знаки? И какая новая функция появится у системы Эроглонас? Обо всем этом Автоновости. В связи с проведением ремонта подземных коммуникаций с 23 ноября до 31 января следующего года будет прекращено движение транспорта по улице Волгоградской на участке от пересечения с Карла Маркса до Парковой. А в центре Тюмени продолжают сокращать места для парковки. Теперь остановку запретят напротив центральной площади. Новые знаки будут установлены в районе областного ОМВД между зданиями номер 45 по улице Республики и номер 36 по Володарского. Дорожные службы теперь обязаны устранять ямы в срок от 5 до 10 дней, а на восстановление поврежденных знаков отводится трое суток. Такие нормы введены соответствующим распоряжением правительства. Замена поврежденных дорожных знаков теперь будет производиться в течение трех суток после того, как обнаружена поломка. А если речь идет о знаках приоритета, то срок сокращается до одних суток. Тех, кто не будет соблюдать новые нормы, накажут штрафом. Для должностных лиц он составляет 100 тысяч, а для юридических лиц – 500 тысяч рублей. В следующем году начнется выпуск новых терминалов «Эроглонас» с дополнительной кнопкой. Она будет предназначена для вызова аварийного комиссара, получения технической помощи и заказа топлива. Хотя уже с 1 ноября владельцы автомобилей «Эроглонас» могут нажать на кнопку «СОС» и попросить связаться не с экстренными службами, а с коммерческим контакт-центром. Со временем функционал системы расширится. Она сможет передавать данные об авариях в страховую компанию, позволит проводить дистанционную диагностику автомобиля и оценивать стиль вождения. Эта информация будет использоваться для скидок или наценок на полис ОСАГО. Самая массовая авария, запись которой обошла на прошлой неделе все телеканалы страны, случилась во Владивостоке. Из-за внезапного снегопада, за несколько часов полностью засыпавшего улицы, город превратился в одно большое ДТП. Пошла возня! Все, следующее. Зачем он поехал? Ну куда ж? Бабах! Ё-моё! Большинство автомобилей еще не успели свинить резину на зимнюю. Осложнило ситуацию и то, что город расположен на холмах. Только за первые два часа были разбиты две с половиной сотни автомобилей. А вот самая дорогая авария произошла в китайском Макао на этапе международного чемпионата по автогонкам. Мерседес задел шинный барьер, получив незначительные повреждения и остановился на выходе из закрытого поворота. След за ним шел другой Мерседес, которому повезло проскользнуть. А вот Порше, двигавшийся следом, проскочить не смог. В результате только четырем машинам из двадцати удалось избежать аварии. А вот в Тюмени широкий резонанс вызвало видео, на котором молодые люди на автомобиле разъезжают по пешеходным дорожкам Текутевского бульвара. На записи видно, что людям приходится сходить с тропинок, чтобы пропустить машину. С помощью камер видеонаблюдения была установлена марка авто и регистрационные знаки. А владельца машинонарушителя в ближайшее время ждет трудный разговор в отделе полиции. Штраф за такую езду – две тысячи рублей. Но есть в нашем городе и хорошие водители. Один из таких на светофоре увидел бабушку, которой было трудно перейти дорогу. Тогда, выскочив из-за руля, герой помог старушке. Несмотря на то, что сделать пришлось это уже на красный свет, машина со встречного направления остановилась, давая возможность водителю завершить доброе дело. Побольше бы таких отзывчивых. Сотни тюменцев получили два штрафа за одно нарушение. Как выяснилось, в системе произошел сбой. Его оперативно устранили, но десятки тюменцев приходят обжаловать свои нарушения. Так что же случилось с камерами фиксации? 800 рублей за пересечение стоп-линии и тысячу за проезд на запрещающий сигнал светофора. Два штрафа за одно нарушение получил Данила Фатин. На обеих квитанциях одна и та же фотография. А водитель начал движение всего лишь за секунду до того, как загорится зеленый. Красно-желтый загорелся сигнал светофора и в этот самый момент я пересек стоп-линию. И именно поэтому это зафиксировалось. И пересечение стоп-линии и получается проезд на красный. Потому что для системы красно-желтый это все тот же красный. Оказалось, этот случай не единичный. Как заявили в ГИБДД области, причиной двойных штрафов стал сбой в работе комплексов фиксации нарушений. Жалобы на двойные штрафы написали уже более 300 человек. В итоге каждому из них теперь нужно платить только одну квитанцию. Выезд за стоп-линию. Это 800 рублей. А если сделать оплату в течение 20 дней, то 400. Тем же, кто уже заплатил оба штрафа, деньги вернут в течение 30 дней. Но для этого также нужно обратиться в ЦАФАП. Жалоба по федеральному закону 59-му может подаваться в письменном виде, наручно, через сайт, через почту России. Но в обязательном порядке требования по жалобам, рассматриваемых в рамках КОАПа. Это обязательная подпись заявителя. В любом случае подпись должна присутствовать. И, безусловно, идентификационные данные, либо постановление, либо госномера, либо даты совершения нарушения. В день Центр автоматизированной фиксации принимает до сотни жалоб от водителей. Пришлось даже изменить режим работы учреждения. Отныне жалобы здесь принимают с 9 утра до 9 вечера, каждый день без выходных. Что делать, если вас наказали неправомерно? Куда звонить? Кому писать? Об этом мы спросили у действующего адвоката Любови Сафаргалиевой. Люба, как вообще выглядит порядок, процедура обжалования какого-либо постановления, ну, например, вынесенного камерой фото-видео фиксации? Если человек не согласен с привлечением его к административной ответственности, с момента получения штрафа ГИБДД у человека имеется 10 дней именно с момента получения на почте такого письма счастья пойти обратиться к мировому суде, обжаловать указанное постановление. В постановлении нужно обязательно указать фамилии, имя, отчество, суд, куда обращается, просьбу, которая должна содержать именно требование об отмене постановления, привлечении к ответственности. И подробно описать все, как было. То есть всю ситуацию, что машина не участвовала в нарушении, возможно, находилось другое лицо, управляла транспортным средством, либо машина находилась в угоне. Очень много случаев, когда люди обращаются. Можно в судебном порядке, можно в административном порядке, по вышестоящему должностному лицу. У нас в Тюмени это практикуется. А если это не штраф с камеры, какой-то другой вид ответственности, наказания, с чем человек категорически не согласен? Как его обжаловать? И вообще, есть ли смысл бороться с государством, с системой? Вообще, смысл, конечно, имеется. Люди, когда работают по таким вопросам, здесь больше принципиальную позицию свою отстаивают, потому что человека в том месте не было. Возможно, женщина-оруженица находилась в роддоме, за рулем двигался ее супруг, а ее привлекают к ответственности, к административной. Конечно, неприятно. Есть люди очень социально активные, которые участвуют в таких судебных заседаниях и легко доказывают свою правоту. А как часто к адвокатам люди обращаются с такой просьбой? На моей практике было порядка 5-6 случаев. Но там штрафы значительную сумму представляли для человека, то есть там по 2,5 тысячи. Поэтому, конечно, люди считают, что нужно именно в суд обратиться, защитить свои права. На сегодня это все. Но ровно через неделю, во вторник в 12.15, на 21-й кнопке вашего телевизора мы снова покажем тех, кто плюет на нормы и правила. Также ищите запись нашей программы в Ютубе, в соцсетях, в Вейсбуке, Вконтакте и воноклассниках. Это «Дорожная практика» и я, Николай Смирнов. Увидимся на улицах города. Субтитры создавал DimaTorzok